Всем привет, с вами Priya. Спешу предоставить вашему просмотру интересный видосик с аналогом того торговца, которого мы уже видели за осколки пустоты. В текущий момент я нахожусь на ПТРе, версии 7.3, и в него добавлена такая интересная валюта, как дымчатый аргунит. Этот аргунит получается за выполнение локальных заданий, то есть вы также за локальные задания получаете либо ресурсы оплота, либо силу артефакта, либо эту валюту. Также при убийстве арарников мы получаем этот аргунит, и при сборе сокровищ. Сокровища также помещены на карте иконкой сундучка. Вот, все это дело лутаем, и за 650 аргунита можно купить определенные итемы. Теперь их стало больше. Причина тому добавление релик. Теперь мы можем купить конкретный релик, нужный нам. Огонь, железо, тьма, лед и кровь. Сделано для того, чтобы релики не повторялись при вскрытии, и был хотя бы какой-то выбор, в какой конкретно сокет, в какое конкретно гнездо вы хотите продропать релик. Вещицы падают 910 и выше, считаются конфискованными. Ну, приписка у них такая. Купим аксессуар, посмотрим, что нам упадет. Может, кристалл сейчас выпадет? Ну, конечно же нет. Нам падает смазанная скверной адская машина. Это аксессуар с собора вечной ночи. Вот, весьма интересный тринкет, но ненужный и не интересующий нас. Вот такой вот торговец. Весьма интересный, весьма своеобразный. У которого можно купить всякие интересные вещички. Скажу одно, то, что осколки пустоты было накапливать намного легче. А аргунит чуточку тяжелее. Вот и все. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Легендарок побольше. И хорошего дропа чародейских кристаллов. До скорого. Продолжение следует...